Ребятки, всем привет! С вами Давадым и как вы можете заметить по вот этой вот фотографии меня приняли в орден. Я теперь типа аля охуевший и теперь могу снимать обзоры и вы должны от этого просто кончать. Да ладно, шучу. Ребят, еще раз привет! Давадым меня зовут и это у нас сегодня будет обзор кальяна тесла от компании орден, которая занимается кальянами и аксессуарами. И у нас есть вот такая вот коробочка. Она сделана очень прикольно, очень стильно и если сравнивать какие-то аналогии, то она мне напоминает почему-то кальян душа. Но это чисто внешне. Модель у меня unique, но помимо этого есть вольтаж, red voltage, black and black, back and black, blue neon, а вот unique и gold unique. У меня же не gold unique и не вольт, у меня просто unique. Ничего в коробочке такого примечательного нету, есть логотип ордена и если я этот кальян буду нести с магазина, да, то, конечно же, будут все правильно читать, что я несу, а не вот так, как многие любят делать. Погнали! Открываем. Я его еще не открывал, я его так просто мельком посмотрел и отложил, думаю, ладно, не буду портить первое впечатление и заранее ознакомливаться с продукцией, ведь так гораздо интереснее. Открываем. Тут у нас сразу есть очень много поролона, прям все в поролоне, в поролоне. Характеристики. Нержавеющая сталь AISI 304, твердые породы дерева Tesla, стабилизированный кап Tesla Stab, диаметр шахты 13 мм, диаметр мундштука 110 мм, диаметр блюдца 200 мм, диаметр шариков продувки 8 мм, погружная часть шахты 21 см, общая высота 52 см, вес кальяна килограмм. Так, в комплекте здесь пойдет, пойдет у нас блюдца, шахта, погружная часть, съемный диффузор, коннектор под чашку, коннектор под шланг, шланг, мундштук, набор уплотнителей, дополнительно колба, глаз, чаша да винчи, щипцы, король Артур. И есть, собственно, контакты орден.стор. Скажу так, от ордена, что у меня есть от ордена еще до появления этого кальяна? У меня есть доска, у меня есть щипцы и у меня есть еще что-то, у меня есть картина и, собственно, сам кальян. Давайте, наверное, потихонечку все оттуда вытаскивать и рассматривать. Вот такая вот шахта, она идет полностью в сборе, я не сомневаюсь, а она не разборная, но такого не может быть. Да, но она как минимум должна разбираться, потому что, ну, блядь, подождите, стоямба. Вот здесь у нас получается вертикальная продувка, есть сопло продувки, есть коннектор под шланг и есть рабочих куча дырочек. Все это у нас полициталь, плюс вставки из нержавеющей стали. Есть, собственно, тот самый стопор под блюдце, который не даст шахте плавиться, если у вас на блюдце лежат угли. Материал прикольный, очень похоже, знаете, на да винчи рисуночки какие-то. Вот эта красная линия, на самом деле очень-очень прям в тему зашла. Коннектор у нас не магнитный, но мне вот стало интересно. Я, короче, ребят, серьезно, я очень тупой в плане кальяна, в плане их сборки, но он, мне кажется, неразборный и будет очень сложно добраться до шариков. По крайней мере, я просто не соображаю, как сейчас все это сделать. Ладно. Внешний вид пока несприкольный, но немного пахнет дешевизной. То есть, я вам примерно скажу, что я не знаю стоимость кальяна, но вот эта вставочка из стабилизированного дерева напоминает мне очень кальяна от Blackfire. Ну, кальяны реально дешевые. И, вот знаете, как-то дешевизной, я не знаю. Может, он реально дешевый, я просто этого не знаю. Что касается мундштучка, он тоже из нержавеющей стали, очень тяжелый, хороший и такой эргономичный. Прикольно. Такой, знаете, Slim-версия авиатора. Так, первый поролончик у нас закончился, идем дальше. Так, погружная шахта тоже из нержавеющей стали, плюс съемный диффузор из пластика. Да, он на резьбе, очень удобно, можно снять, можно накрутить, поэтому я его просто оставлю и потихонечку начну собирать. Один из минусов, которые есть в данном случае, ну, как минус, я просто не совсем фанат и сторонник таких вещей, когда я резьбу из нержи накручиваю в пластик. Да, как бы проблем с этим нет, но вот все равно мне такие вещи не нравятся. Как бы ненадежно, я считаю, что ненадежно. Так, идем второй поролон. Здесь у нас есть вот такая вот коробочка, и как я понимаю, а это логически додуматься, что здесь лежит блюдце. Если, давайте, я реально не открывал, я вам клянусь, я не смотрел. Обычно блюдце, которые лежат в такой коробочке, они прикольно разгравированы и какие-то интересные, потому что делать отдельную коробочку под блюдце, которая без пиздатой гравировки, я считаю, глупо. Блин, я надеюсь, что оно будет типа красивое, типа интересное. Черное блюдце с орденом. Больше похоже на щит ордена, понимаете, да, типа ебать, все, вот я щит. Меченосец. Блюдце хорошее, есть маленький уже косячок на основании, то есть красочка потихонечку будет отблупливаться, в некоторых местах это тоже уже есть, но в целом форма у блюдца окей, есть бортики, так что уголек у вас не убежит. Так, это мы все убираем сюда. Далее, что у нас здесь есть? Комплект резиночек и давайте мы их сразу оденем. Резиночки подогнаны очень хорошо. Да, прям все так хорошенечко залезло, прям по кайфу. Так, и давайте бросим сюда блюдце. Блюдце, как я понял, у нас идет под коннектор. Так, что касается резбушек, есть вот здесь у меня, я уже нашел стружку. Надо будет его сейчас хорошенечко продуть, потому что, ну, стружки может быть очень много и не дай бог, не дай бог. Так. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, ну что, мы видим внешний вид. Основание, на самом деле, очень прикольное. Оно небольшое и оно такое, знаете, какое-то обтекаемое и прикольное. То есть, нет такого, что кальян кажется громоздким, кальян кажется неэстетичным. Единственное, что в этом кальяне пока неэстетично, по моему личному мнению, это сама декоративная вставка шахты. Я бы, наверное, ее сделал в более каком-то сером цвете. Конечно, это возможно, это без проблем. То есть, там есть другие модели, которые прикольные. Но, на самом деле, меня вот такие вот вставочки не прикалывают вообще ни раз. То есть, мне нравится либо металл, либо, блядь, какой-то, какая-то декорация в плане вырезки, резьбы, там много всяких переходов. Но, вот, когда вот делают такие рисуночки, не очень прям нравится. Что касается шланга, обычный soft-touch. Хорошего качества, хорошего сечения, не тонкий, прикольный. Так как я говорил, что здесь нет магнита, и здесь все, по идее, должно держаться просто на притирке. А притирочка, ну, не совсем супер качество. Так себе держится, на самом деле. Может, я что-то недопонимаю, блядь. Может, тут должна быть резинка. Нет, резинки нет. Так что, конечно же, на притирочках. Но, как-то притирочка работает так себе. Но, да, хуй с ним. Кальян я собрал, сейчас я весь поролон укомплектую обратно. И давайте я пойду забивать чашечку, и мы его раскурим, и потом я уже выскажу полноценное свое мнение о данном кальяне. Так, ребяточки, я его уже раскурил, покурил и сложил о нем мнение. И пока он прогревался, я погуглил сайт орден.стор и понял, что этот кальян стоит 7 с половиной тысяч рублей без хлеба ништяков. То есть, за 7 с половиной тысяч рублей ты получаешь то, что у меня здесь есть. А без калауда, без углей, без чашки и без колбы. То есть, мы получаем блюдце, шахту, шланг, мундштук. Немного дороговато. Вот прям вот реально дороговато. Что касается минусов, которые я заметил во время курения, я еще раз лично убедился в том, что вот этот вот коннектор и его идея а-ля на притирке, ну, по крайней мере, резинки у меня не было, и я сужу, потому что было в коробке. То говно прям полнейшее. То есть, чтобы вы примерно понимали. Вот мы вставляем, курим, передаем его туда, передаем его сюда, и все, вуаля, шланг у нас вывалился. Да, эта проблема копеечная, и решается она лишь покупкой наждачки, буквально на двоечку. Пару раз провели, появился зацеп на притирке. Вставили, и будет все хорошо. Также я понял, что кальян максимально вообще простой. То есть, мы закрутили шахту, установили блюдце, все, кальян работает. Раскрутить клапан я так и не решился, не стал применять силы, потому что я знаю свои руки. Я сейчас так вот перекручу, у меня сорвется резьба, потому что здесь, как я понял, все вкатано в пластик, в полициталь, как эта шучка называется, да, они, в принципе, все одинаковые. И сломаю нахрен вообще этот кальян. Поэтому я сейчас надеюсь чисто на добросовестность производителей из Орден Стор, в том, что у меня через неделю, либо у покупателей, через неделю шарики не начнут залипать и ржаветь в данном кальяне. Все-таки накладка, она красивая, но она пахнет дешевизной. Знаете, вот китайщиной, такой непонятной. Только единственное, что спасает, это вот эта красная полосочка, как будто Camry Sport Edition, когда просто накладочка красного цвета на бампер, и это все уже решает. По блюдцу, оно, как я могу примерно предположить, примерно покрашено так же, как и блюдца компании Крафт. И облезет оно, думаю, у меня скоро, если я его буду почаще юзать. Манера курения. Я на самом деле очень давно уже не встречал таких кальянов. Объясняю почему. Отсутствие полнейшего сопротивления во время курения. То есть ты затягиваешься и не замечаешь, как твои легкие наполняются дымом. За счет этого такое ощущение, как будто вместе с дымом в твои легкие попадают 40% обычного воздуха и очень быстро наполняются. Это не очень прикольно, и курить для меня это очень-очень непонятно. Я знаю, что есть любители, кто любит так курить, но, по крайней мере, мне это вообще не закатывает. Я люблю сопротивление. Что касается диффузора, работает он отлично. Со своей задачей поглощения шума, вибраций, он справляется просто, мама, не горюй, прямо вот хорошо-хорошо. Есть бурление, но нет шума. Это здорово. Поэтому это, наверное, все минусы, которые я смог заметить в этом кальяне. Что касается плюсов, прикольный дизайн основания. Он такой минималистичный, очень эстетичный и прям не бросается в глаза. И что-то реально поистине интересное на нашем рынке. Кальян неплох. Учитывая его цену в 7500 рублей, то здесь как бы складывается двоякое ощущение. Потому что на данный момент на рынке с его демпингом можно за 7500 купить кучу других кальянов. Но, если вы зайдете на сайт Орден Стор, то там есть модели чуть подешевле. Гораздо выглядят прикольнее, чем Юник. Да, с Тесла Юник. Так что зайдите, пошарьтесь. Ну и это все, это Тесла. Спасибо ребяткам за картинку. Я ее обязательно где-нибудь прямострячу. Все, пока-пока. Это был Дава Дым. Это кальян Тесла от компании Орден Стор. Ребятки, я думаю, в дальнейшем взорвут рынок и сделают что-то поистине интересное. А вот блюдце, которое облезет, надо менять.